а ну что ж друзья всем привет с вами как всегда полоскун и сегодня я решил сделать небольшое видео и поговорить о том какой корабль лучше подходит для титана маулер но друзья и сначала в данном видео я бы хотел провести довольно масштабный розыгрыш 100 кораблей beholder чтобы принять в нем участие нужно выполнить три простых условия во первых вам нужно подписаться на мой канал во-вторых вам нужно поставить лайк этому видео ну и в третьих вам нужно писать любой комментарий с указанием своих айди и платформы определяться победить либо с помощью рандомайзера ну а более подробную слою розыгрыша вы сможете найти в описании итоги розыгрыша будут подведены 13 сентября в моей группе во вконтакте а также на моем дискорд сервере ссылки на которые будут в описании ну в общем ладно немного отвлеклись давайте уже переходить к теме данного видео ну и вообще друзья ситуация какая вместе с выходом обновления 10 3 в игру был добавлен вот такой вот титан маулер и пушки руинер и ангишер которые созданы специально для него и на самом деле этот титан самая настоящая имба потому как у него и много прочности и хорошая способность которая работает примерно также как способность у чокочи но только имеет два заряда но и также при этом всем он еще может создавать вот поле вокруг себя которая называется дарклайт но и на всех противников будут накладываться эффекты стана и еще эффект десмарк то есть по противникам будет наноситься повышенный урон поэтому титан показал себя просто отлично ну и также еще были добавлены такие вот дробовики руинеры ангишер и они хожу тем что у них очень много урона например ангишер на двадцать пятом уровне наносит сразу 78 тысяч единиц урон почему только за одну дробинку и там урон просто забоему колоссальный а ну так вот обычно при игре с этим титаном принято использовать корабль авалон потому как он идеально дополняет титана сейчас я вам покажу где-то у меня здесь был авалон так авалон да вот он 60 уровня и этот корабль хорош тем что он во-первых лечит прочность титана во-вторых он также еще лечит серую прочность что очень важно и при этом всем он еще снимает все негативные эффекты и дает некоторый иммунитет на некоторое время ну в общем там он накладывает стаки эффекта клинц и когда на вас на должен ложиться какой-то эффект то он не накладывается но одна единица стака убирается поэтому то есть корабль показывает себя очень хорошо и здорово дополняет этого титан то есть по сути его фиг пробьешь но вместе с выходом на линии 10-3 был добавлен другой корабль бихолдер и многие люди спрашивали вообще че он как хорошо себя показывает или не очень вот и сегодня я решил его попробовать в боях зато посмотреть как он показывает себя вместе с титаном маулер то есть получается такая сборка которая рассчитана в первую очередь на урон потому что и титан на урон наносит еще корабль тоже но давайте обо всем поговорим по порядку в общем в чем суть этого корабля то что он призывает такой луч этот луч начинает гоняться за роботом противника одним роботом после этого он по нему атакует вызывает взрыв наносит 276 тысяч единиц урона и после этого создает еще некоторое поле и все роботы противника в этом поле будут получать урон но это еще не все после того как этот противник там уничтожится он начнет искать следующего робота противника и будет делать то же самое то есть по сути такая вот наводящаяся штука и он очень хорош том плане что он не просто в одно место ударяет а он продолжает искать противников и наносить ему урон то есть по сути вы стабильно будете наносить много урона вне зависимости от того какую способность корабля активируйте то есть там бывает так что ты криво активировал и никого не побил out beholder он прям очень так вот хорошо берет и сам наводится ночью друзья предлагаю тогда особо не томить отправиться в реальный бой и посмотреть как вообще играется титан mauler вместе с кораблем beholder но я думаю мы его зарядим еще до того как я возьму маулера поэтому будем еще также его просто тестировать с мальчик он работает да ну и сначала я беру конечно своего ультимативного райкера чтобы быстрее зарядить титана кстати титан уже заряжен на 10 процентов это из того что я поставил умение пилота который повышает стартовый заряд титана поэтому чуточку быстрее он заряется но сейчас самое главное убивать робота противника захватывать маяки ну и думаю мы буквально минуты за три титан ты зарядим так там взлетает гарпия да начинает очень так больно разбирать а здесь сейчас приземлиться и мы этого робота неприятного добьем да так и произошло еще давайте вот этого робота побьем выходит какой-то да еще одна гарпия а или то есть это сирена да в общем очень популярный робот сейчас потому что это наверное одни из лучших роботов мастерской что гарпия что сирена поэтому так вот много людей их и берет в бои но пока вот все идет хорошо эти танк кстати почти зарядился прошла буквально минута с начала матча так ну да кстати кораблик уже зарядился так что буду пытаться сейчас кого-нибудь побить вот там пасфайндер выходит вот и смотри сейчас будет такой вот луч и мы его до убили конечно по моему это я экзекьют ну но все равно видите вот пошел 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 луч искать следующую цель кого бы уничтожить меня вот эта штука безумно веселит то есть такая летает такой вот луч через всю карту да ну и противники кстати что-то потихоньку начинают заканчиваться так что наверное сейчас я просто уничтожу робота и возьму титана не уверен конечно я успею зарядить еще раз корабль но скорее всего успею так куда меня тут пытается какой-то раптор забрать но у него это не особо получится сделать так что урон дробовиков просто колоссальный и корабль заряжен на 58 процентов так что может быть и успеем хотя бы разочек активировать да там осталось трое противников они пытаются захватить маяк отвоевать мне кстати что-то даже вроде бы получается так давайте разберем вот этого робота это у нас сераф ограниченной версии да он умер довольно быстро да ну и корабль пока не особо хочет заряжаться вот еще выходит этот шарик да причем как забавно у него нет этого пилота легендарного ой маулер вышел сейчас будет просто легендарная битва и корабль мы точно зарядим если меня сейчас не убьют да он еще на огнеметах добавок офигеть то есть еще один титан вышел да я конечно слишком в наглую вышел против них да и меня сейчас за это побьют так что ни в коем случае так не делайте во мне прям деметр так хорошо спасла это прям очень здорово но все равно надо отсюда уходить а то сейчас начнется какой-то кошмар меня прям будет бить но нет вроде маулер то я вражеского разбираю тут правда еще лучше дор да поэтому это не очень приятно но ничего мы пока в этом сражении побеждаем сейчас я этого маулера скорее всего добью да он умер и сейчас у меня кораблик почти зарядился так что осталось просто кого-нибудь убить например вот это вот да еще кораблик зарядился давайте тогда сейчас попробую он том товарища использовать да вот активирую и сейчас давайте луч появляется да и начинает просто вон кого-то бить я сейчас еще помогаю стрелять дробовиками конечно дистанция не оптимальная да но еще бой закончился так что я не успел убить ну в общем получается довольно интересный матч я думаю сейчас будет урон не так много потому что он закончился довольно быстро до всего шесть половина миллионов на 100 убили 12 роботов и принципе отыграли довольно хорошо еще даже дома и ка умудрился захватить в общем вердикт какой друзья то что пока на данный момент лучший корабль который можно использовать с маулером это конечно же корабль авалон потому что он просто делает титан не убиваемым очень хорошо лечит снимает негативные эффекты но обе холдер это просто очень хороший корабль который наносит много урона также еще неплохо убивают роботу противника поэтому если у вас нету авалона то конечно может ставить бихолдер пользу бои в боях будет очень много но а так вообще к что лучше авалон пока использовать корабль тоже очень неплохой в общем друзья получается как то так думаю на этом можно видео потихоньку заканчивать всем большое спасибо за просмотр если вам понравилось данное видео то не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну а санекистого я полоскун всем удачи всем пока